Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о Василии Розанове, об опавших листьях. Конечно, я не скажу ничего нового об этом произведении и о других книгах Розанова. Это дело исследователей, дело людей, которые являются специалистами по его творчеству. Но когда-то они произвели на меня все-таки эти опавшие листья, ошеломляющие впечатления. И потом уже это впечатление наложилось на все то, что я думаю, что большинству современных моих читателей и слушателей хорошо знакома. Это и клиповое мышление, и тяга к короткому жанру, к ускорению вот этой вот литературной деятельности, лихорадочному ускорению, я бы сказал, которое наблюдается в современном изменении словесности. Словесность активно взаимодействует с интернетом, с интернет-средой, которая, соответственно, к короткому жанру располагает. И вот в прекрасной обзорной статье Алексея Михеева в этой книге как раз об этом сказано. Там упомянуто два ключевых произведения, обязательно которые надо связывать, если говоришь в наши дни о Розенове. Во-первых, это роман Валерия Попова, куда вошли целыми ветками комментариев из живого журнала. Соответственно, он счел возможным все вот эти пометы, замечания, полемику, отрывочные какие-то реплики вставить как часть художественного текста в романный сюжет, встроить в романный свой замысел. Это, мягко говоря, невозможно для классической литературы. Да, невозможное решение, невозможное сочетание. И, конечно, это опирается на наследие подобных опавшим листьям вещей. И второе важное явление литературное – это и фейсбучный роман Сергея Чупринина, который начал, по-видимому, писать байки в фейсбуке. Конечно, дальновидно понимая, что он не просто так это делает, но, возможно, замысел вот этого фейсбучного романа – это реальный подзаголовок произведения – засрел не сразу. Потом эти байки сложились в совершенно четкий текст, который существует в виде отдельной книги. Книга необычайно интересная, показывающая страницы и приглядные, и неприглядные и советского литературного быта, и постсоветского литературного быта. И в данном случае Сергей Иванович Чупринин не первопроходец, но создатель какого-то одного из вершинных возможных произведений на русском языке. Вот именно в таком жанре. В жанре собрания коротких замечаний, отрывок, помет, анекдотов, пожалуйста, если угодно, в старинном смысле слова, анекдотов исторических, да, то есть примечательных происшествий, записанных кратко, лаконично и зачастую с здравоучением, да. Вот. Но он обошелся без здравоучений. Прочитав его фейсбучный роман, понимаешь только одно – как же сложна и интересна жизнь. Она стоит того, чтобы творить, что-то делать, писать и так далее. Вот Розанов во многом не близок мне. Как в отрочестве, когда впервые, ну, соответственно, у меня отрочество пришлось на последние предперестроечные годы, я уже спокойно многие вещи читал, которые до этого ходили буквально только вот в слепой машинописи, да. Соответственно, и Розанов ко мне попал совершенно в руки, попал к ребенку, да. Я и тогда не понимал его богословских рассуждений. И сейчас они мне достаточно чужды, хотя гораздо глубже, как мне кажется, я начинаю отдельные вещи чувствовать, и мне это кажется очень значительным. Если вам интересно, посмотрите, пожалуйста, последнюю запись в опавших листях, последний фрагмент, да, посвященных взаимодействию мира, ну, то есть окружающей нас жизни, да, и Бога как такового концепции, это очень здорово написано. Ну вот, если сказать об остальных особенностях таких вот ярких и зачастую неприятных творчествах в творчестве Розанова, допустим, его антисемитских высказываний, как вызывали они у меня совершенно постороннюю брезгливость. Я охотно создаюсь в том, что я не понимаю авторского замысла в данном случае и далек от понимания мироощущения Розановского. его совершенного, скажем так, его жизни, да, его биографии. То есть вот, вот, но, но это не умаляет мое восхищение по результатам. Результат-то это апокалипсис наших дней. Это другая книга, так же, как и опавшие листья, созданная из фрагментов, из крохотных кусочков. Вот, весь его антисемитизм, это какое-то чудовищное, точно так же, как рассуждение его о половом вопросе, это совершенно тоже устаревшие вещи во многом. Но отдельные его проницательные высказывания о жизни, какие-то летучие заметки, просто приводят тебя в состояние гипнотического шока. Ты читаешь и понимаешь, что на секунду перед тобой открылся мир человека, во-первых, сто лет назад умершего, во-вторых, человека, который совершенно не похож на тебя, ни своими концепциями, ни своим мировоззрением, ничем, да, оно вдруг на секунду становится близким и понятным. Вот. Теперь немножко о том, как это работает. Естественно, с чужих слов, простите меня, да, я в данном случае не подкован достаточно литературовически и не квалифицирован для того, чтобы свои собственные теории по этому поводу выводить. Вспомним хорошие физические опыты с школьной практики, о металлической опилочке, которая горкой насыпана на листе бумаги перед нами. И перед изумленными глазами учеников учитель подносит снизу к этому листу магнит, да, и металлические опилки только что были просто кучкой, просто грудкой вот этого вот тусклого мусора, да, которая, значит, никакой реальной формы, да, структуры не имеющей. Внезапно начинают сами собой выстраиваться вдоль силовых линий магнитного поля, образуя совершенно четкий, узнаваемый и повторяющийся узор. То же самое происходит с фрагментами угрозного. Есть силовые линии, по которым натянута. Именно поэтому мне совершенно не близка метафора Михеева. Он говорит, опавшие листья, да, но ведь листья когда-то росли на дереве, я не помню точно в своей статье он повторяет чье-то суждение, цитирует кого-то, анализирующего твое шестового розового, или это его собственная метафора. Так вот, листья опали с дерева, соответственно, можно по этим листьям восстановить вид этих веток, на которых они росли, вид этого ствола и в целом всю картину дерева. Нет, нельзя, потому что дерево не существовало. То есть это изначально в виде листьев родилось, да. Значит, помните прекрасный совершенно у затворника, диалог у затворника и Шестипавлова, у Келевина, да. Ну, это старинная легенда, говорит об очередном своем философском экзорсисе затворник. Подожди, а почему же она старинная? От кого ты ее услышал? Не от кого. А почему же она старинная? Ну, я ее придумал как старинную легенду. То есть она изначально создана в жанре старинной, видавшей вид древней легенды, да. Так и эти вещи созданы изначально, в этом весь парадокс. Дерево? Нет. Ложки не существует, Нео. Дерево? Нет, понимаете. Это потрясающее открытие, и оно гораздо более революционное, чем любые философские концепции, заложенные, собственно говоря, в привязанные тесно к биографии, к историческим процессам, к эпохе Розанова, да. Ну вот, потрясающее совершенно открытие. Так вот, по невидимым силовым нитям, линиям выстраивается в голове у нас четкое осознание того, о чем именно опавшие листья и о чем именно апокалипсис нашего времени. И уединенные тоже, конечно, это третья книга Розанова, в той же форме выполненная. Когда эти невидимые линии мы начинаем пытаться сформулировать, да, выстроить сюжет, да, ведь это же все можно пронумеровать, рассортировать, распечатать на карточках или внести в компьютер, типологически ранжировать, да, вести статистику, количество помет и так далее. Вот, это богатая и интереснейшая работа, которой обязательно структуралисты еще займутся. Я очень на это надеюсь, потому что результаты мне самому любопытно было бы посмотреть, если их еще нету, если это еще никто не сделал. Ну вот, но на самом деле это не поможет эти силовые линии восстановить, потому что только так, когда опилки сначала в хаосе кучкой, а потом они выстроились в узор, и можно их почувствовать. По-другому никак. Мы магнитное поле своим телом, своим умом в данном случае, значит, смысл книги не воспринимаем. Это такой смысл, который нельзя. Это вот свойства искусства и литературы 20 века. В ней, и в нем, соответственно, в искусстве, есть смыслы, которые нельзя сформулировать, и нельзя однозначно, иррациональные числа, да, их нельзя однозначно вычислить, чтобы они стали конечной величиной, записанной на бумаге, да. У вас всегда будет перспектива, всегда будут открытые какие-то, незакрытые контуры, да, незакрытые поля. Ладно, отвлечемся от этой метафоры. Еще одно очень важное свойство книги. Обратите внимание, как устроено то, что пишет Розенов. Иногда это несколько страниц очень сложного, привязанного к конкретной... Нет никакой охоты спорить со Спенсером, допустим. Начинает свой очередной отрывок. И ты должен знать, кто такой Спенсер, и о чем с ним спорит Розенов. Вот, то есть это довольно сложные, весьма важные вещи, да. Но это отрывки, это осколки, это дребезги, это какая-то вот мельчайшая мел. Вот под самым глубокомысленным философским изречением может следовать помета в скобочках, писанная на извозчике. То есть на коленке, в попыхах, из точки А в точку Б, спеша куда-то там править корректуру или на какое-то заседание, да, Розенов записал эту глубокомысленную, взвешенную, такую величественную мысль, да. Это, конечно, вносит свою коррективу в то, что хочет нам сказать автор, по нашему мнению, да. И такого очень много. Я, ограничившись этими двумя вот тезисами, да, Розенове можно рассуждать бесконечно, написано о нем очень много, почитать его следует любому совершенно человеку, только сразу приготовьтесь, что не все будет ложиться на душу, что прямо вот открываешь, да, и там сокровище философской глубины, да. Нет, многое вызывает оторопь и недоумение, как вот я уже начинал с этого, да. В отрочестве у меня это вызвало оторопь и недоумение. Ну, я не все рассуждения о Боге, скажем так, не то, что понимаю, да, вообще не уверен, дочитал ли я до конца эти фрагменты, да. Ну, вот. И то же самое касается многих других, ушедших в историю вместе с живым человеком по имени Василий Розенов, да, ушедших в историю, канувших лету вот этих вот фрагментов, да. Но идея, которую он воплотил в конкретных литературных текстах, в книгах, она написана им очень много в разных жанрах, и сейчас речь идет только вот именно об этом жанре, да, об этих вот листьях, которые даже рассортированы по коробам. Короб первый, короб второй и так далее. Это очень важно. То есть он осознавал, что это вот именно фрагментарность. Тут можно вспомнить Эйхенбаума, о котором Михеев вспоминает, да, о том, что литературный факт, это когда что-то свершается в литературе и имеет значение. Вот это имеет значение. Второстепенный совершенно жанр заметок, записанных книжек, пометок каких-то записок, да, вдруг выдвинулся в центр, да, стал центрообразующим, таким вот важнейшим для всего будущего искусства XX века. Великое открытие. Вот такая вещь. Читайте, наслаждайтесь, чтение, возможно, сложное, но крайне увлекательное и чрезвычайно полезное для понимания всей последующей русской литературы. Серия проверена временем.